В экспозиции 21 работа. На холстах батальные сцены, исторические сюжеты, пейзажи. Выставка в Севастопольском центре культуры и искусств подробно знакомит зрителя с ранним периодом творчества Сергея Берлова. Но есть здесь и работы последних лет. Есть работы, которые для меня являются значимыми, для меня не яркие, будем говорить. Это «Остров сирен», это Павел Сепанович Нахимов, который находится позади нас. Есть работы, которые появились совершенно недавно. Это работы «Мадонна с младенцем» и «Брат на братах». То есть это символичные работы, они связаны с событиями в моей жизни. С юбилеем и открытием экспозиции художника поздравили поклонники его творчества, родственники, ученики. Пришли и коллеги по цеху. Многие из них отмечают, что радует обилие сюжетных работ в творчестве юбиляра. А также говорят, с Сергеем Берловым работают в одном ключе, в одной тематике. Тематика и севастопольская, та, которая ближе к нам. Вот это, наверное, объединяет нас, потому что я сам пишу сюжетные работы. И когда видишь, что человек работает в этом труде, именно для меня он каким-то становится дорогим. Картины Сергея Берлова экспонировались не только на разных выставочных площадках Севастополя. С его живописью знакомы во многих уголках страны, ближнего и дальнего зарубежья. Своё творчество юбиляр представлял в Центральном доме художника в Москве и даже в Лувре. Но не останавливается на достигнутом, строят творческие планы. Севастополь очень богат на свою историю. Есть много страниц, которые просто не знают люди. Мне хотелось бы эти страницы приоткрыть и отобразить их на своих полотнах. Вот над этими вопросами я пытаюсь сейчас работать. Выставка Сергея Берлова в Севастопольском центре культуры и искусств продлится две недели. Наталья Данилова, Денис Александрович, Севинфорумбюро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова